А сейчас в нашем эфире новости короткой строкой. Мы расскажем вам самые актуальные и свежие новости на сегодняшний день. И обещаю, в них никакого коронавируса. Официальный твиттер Евровидения сообщил, что организаторы песенного конкурса рассматривают возможность провести его в режиме онлайн. Также там отметили, что речь идет совсем не о конкурсе, а о предоставлении возможности артистам исполнить подготовленные песни без какого-либо соревнования, так как в следующем году композиции будут уже не актуальны. В столичном ГИБДД рассматривают возможность использования камер фото-видеофиксации для выявления водителей, которые во время езды пользуются телефоном. Такими технологиями еще никогда не пользовались, и сейчас они находятся на стадии тестирования. А пока сотрудникам ГАИ приходится устанавливать нарушителей вручную. Только в прошлом году за это выписано более 80 тысяч штрафов. Каждый равен полутора тысячи рублей. Жительница Таркасоле Александра Ивченкова заняла первое место в конкурсе «Расскажи России об Арктике». Главным заданием было рассказать о себе и о своем родном городе в прямом эфире с помощью специального приложения. Таркасолинка набрала больше всего голосов, показав ямальских ненцев, которые живут в чумах. Александра получила грант в размере 50 тысяч рублей. Конкурс проявил у людей большой интерес. В общей сложности прямые эфиры посмотрели около 500 тысяч человек. Поэтому организаторы готовятся к продолжению. В Москве наградили победителей девятого финала премии «Бизнес-успех». Одним из лауреатов стал ямальский предприниматель Альберт Саратетто из Яр-Сале. Он получил специальный приз от оргкомитета премии. Мужчина родился в семье оленевода и уже с 2013 года занимается предпринимательством. У него два продуктовых магазина, и он не собирается на этом останавливаться. В планах у бизнесмена открытие торгового центра, в котором будет продаваться самое необходимое для населения тундры. Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.